Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что в «АвтоСтронг-М» 160 000 добротных запчастей. У нас отличный сервис и быстрая доставка. Не забывайте, что в «АвтоСтронг-М» изобилие запчастей. Также у нас очень много кузовщины. Сегодня мы пройдемся по коробкам. Итак, встречаем GR5. Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач GR5 известна по многим моделям Renault. От европейских Клио и Кангу до Лагуна и Меган. Также эта коробка ставилась на Logan и также она ставилась на переднеприводные Duster и Captur. Также ее заполучили автомобили марки Nissan, такие как Note, Juke, Qashqai и фургон NV200. Эта коробка ставилась на Lada, Lada Vesta, Lada X-Ray и Lada Largus. Она работает в паре с кроссплатформными двигателями, бензиновыми объемом от 1,6 до 2,0. Также с дизелем 1,5 дци и рассчитана на передачу до 200 ньютон-метров крутящего момента. Для адаптации к той или иной модели автомобилей инженеры подбирают подходящие передаточные числа. Таким образом у данной коробки более 50 модификаций. Прямо сейчас мы разберем коробку GR5-124, снятую с Renault Clio 3 2007 года с двигателем 1,5 DCI 86 лошадиных сил. Это обычная коробка с тросовым приводом и с гидравлическим приводом сцепления. Коробку GR5 трудно обвинить в ненадежности, хотя и похвалить ее в принципе не за что. Это заурядная старая коробка, которая не славится четкостью переключения передач. Также гудит, а иногда требует переборки либо замены из-за разрушения ее внутренних механизмов и даже корпуса. «АвтоСтронг» делает все, чтобы ваши покупки были максимально комфортными. Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. Воспользуйтесь картой покупок от Белгазпромбанка и картой рассрочки «Халва» от МТ-банка. Так как сегодня у нас коробка, встречаем полюбившегося вам Серегу. Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Как и во многих КПП, шестерни пятой передачи вынесены за пределы корпуса. Вот эта шестерня пятой передачи – это вилка включения пятой передачи. А вот эта пластиковая лейка, масло по которой стекает и смазывает шестерни пятой передачи. Коробки GR5 отличаются не только передаточными числами, но и конструктивно. Дело в том, что у нас поздний экземпляр, а на более раннем экземпляре использовались пружины для фиксации муфты пятой передачи. В данном случае у нас беспружинный механизм, а в старом варианте пружина могла лопнуть, попасть под вилку пятой передачи, и тогда пятая передача не выключалась бы. И из-за такой маленькой поломки надо было просто разбирать коробку, чтобы устранить эту неисправность. Разобрали корпус коробки и сейчас мы видим подшипники, на которые сзади упираются оба вала коробки. То есть первичный вал опирается на шариковый подшипник, а вторичный на роликовый. На ранних экземплярах оба подшипника первичного и вторичного вала были шариковыми. Так вот, подшипник вторичного вала шариковый ненадежный, то есть разрушался сепаратор. Тогда шарики сбивались в кучу, некоторые шарики выпадали на шестерни коробки. При этом коробка начинала гудеть как минимум, а как максимум шестерни заклинивала и коробку клинила. Именно поэтому инженеры заменили ненадежный шариковый подшипник вторичного вала на более надежный конусный. При больших пробегах либо езде на старом масле вы можете столкнуться с тем, что разрушится вот этот передний подшипник вторичного вала. Посмотрите, у него здесь пластиковый сепаратор. Дело в том, что когда этот подшипник разрушается, то вот эти ролики попадают в дифференциал и тогда коробку может просто заклинить. То есть заклинивает дифференциал, заклинивают колеса и отломанные части от дифференциала могут просто пробить алюминиевый корпус коробки. Обычно перед разрушением этого роликового подшипника наблюдаются плохие включения первой и второй передачи. Дифференциал опирается на два конусных роликовых подшипника. Они тоже могут износиться и тогда коробка будет гудеть при езде. Отметим, что на коробках GR5 с индексами от 0,08 до 0,18 левая полуось автомобиля соединена с дифференциалом через промежуточную ось. Так вот эта ось это глобальная проблема. Дело в том, что шлицы на этой оси стачиваются и тогда машина обездвиживается. На коробке GR5 эта полуось не детализируется, поэтому ее проблематично купить новой. Но эта полуось идет как запчасть ко многим коробкам Renault, таким как GH3, GC5, GC7, JB0 и JB5. Промежуточную полуось можно, естественно, купить на авторазборке «АвтоСтронг». Для продления жизни данной коробки надо менять масло каждые 50 тысяч километров. Хотя производитель заявляет, что масло залито на весь срок службы. Лучше всего для этой коробки подходит масло ELF NFJ. Разборка закончена и сегодня мы разобрали популярную, всеми любимую владельцами Nissan, Renault и Latt коробку. Серега, резюмируй. Сказанному верить. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok